здравствуйте друзья сегодня у нас на тесте нетбук планшет крес это топовая комплектация tm1004b32 с gps 3g 32 гигабайта также клавиатура и так сразу о некоторых вещах которые не очень нравится первое это очень марки на него сразу же остаются отпечатки причем практически со всех сторон я уж не говорю о дисплее второе при загрузке загружает дисплей всегда на бок это я сейчас покажу значит как он открывается вот вроде как зафиксировался но стоит чуть-чуть дать перекоса и тут же падает здесь надо быть очень осторожным так это первое сейчас я ему запущу чтобы загружался и так по загрузке как видите заставка всегда грузится на бок по зарядке зарядка у нас втыкается сбоку в принципе кому-то не критично но честно говоря когда она вот так сбоку он немножко раздражает не знаю почему но вот такие ассоциации штекер что-то похожее на nokia только чуть побольше так что у нас по корпусу так начнем с док станции клавиатура touchpad usb 2.0 в принципе на этом все сам планшет windows 10 и так кнопки звука включение штекер наушников штекер зарядки usb 2.0 hdmi mini usb micro sim карта и sd карта два динамика в принципе все сейчас мы сравним со старыми у меня есть немножко старых ноутбуков ноутбуков которые тоже на атомах и посмотрим здесь стоит четырех ядерный атом нового образца у меня есть пятьсот семидесятый атом двести семидесятый и по моему четыреста пятидесятый если не ошибаюсь сейчас мы посмотрим в сравнении на тесте на винраде как они себя покажут какой также у меня по операционным системам небольшой разноборь два нетбука на xp один на windows 7 и вот этот новый на десятки и так ну что ж давайте теперь тестировать после осмотра и так первый у нас будет атом двести семьдесят на xp и так запускаем тест быстродействия ждем результат и так видим уже скорость будет около трехсот девяносто пяти где-то сейчас дожидаем что 390 и так мы получили цифру в 390 на н двести семьдесят переходим к следующему ноутбуку и так следующий у нас samsung идет нэбук тоже а там тоже н серия н 455 и так давайте смотреть что он нас покажет запускаем тест быстродействия и так здесь у нас чуть побольше здесь у нас 166 гигагерца а на прошлом 16 и так результат всего на 30 килобит в секунду больше получили в 419 ну что ж так и чп пришло время смотрим так здесь у нас за пятьсот сорок один восемьдесят шесть один восемьдесят семь гигагерца так ну давайте памяти здесь 2 гигабайта и так мы получаем где-то около трехсот возможно даже двести девяносто и это наверное большое потребление самого windows 7 сказалось единственный способ проверить это на один из нетбуков с xp поставить windows 7 временно до двести девяносто два балла меньше всех ну что ж давайте продолжать дальше пришло время крес показать свои четыре ядра и так крес здесь у нас немножко отсвечивает и самое что не поправишь сейчас попробуем что-нибудь подложить вот это его небольшие минусы что нет регулировки дисплея хотя в принципе могу сказать что это сильно помогло что-то у нас с мышкой происходит и вот у нас вернулась мышка запускаем тест быстродействие так сейчас отменим хочу посмотреть итак вот наши процессоры теперь запускаем тест итак видим пошла нагрузка здесь у нас уже видим 900 с лишним так 907 ну что ж это максимум на сегодня и новый процессор показал себя очень хорошо 907 очков это очень хороший результат так так процессор у нас здесь значит стоит сейчас посмотрим Atom Z3735F от Intel ну что ж неплохой процессор итак самое главное не показал вам как аппарат складывается смотрите когда ты его убираешь здесь образуется такая щель ты вынужден потом сдвинуть то есть как-то немножко реализовано не совсем правильно а вот не зацепился а вот не зацепился надо глаз да глаз всегда перепроверять то есть как с простым ноутбуком или реализации как это делает иногда Apple здесь такого нет что взял одним рукой или одним пальцем открыл и все нормально нет здесь есть некоторые с моей с моей точки зрения недоработки так-то он держится когда он встанет точно прямо но вот проблема в том что он не всегда встает в своих посты как-то не так и закрытие вот это мне кажется не совсем правильно когда остается вот такая прощелина огромная ты вынужден делать вот так ну в общем на этом все это был обзор ноутбука КРЭС ТМ100004 Б32 все всем спасибо всем пока делайте правильные выводы и свой выбор счастливо